Недавно остатки десятков римских гладиаторов были обнаружены в братской могиле. Ключом к их личности были довольно отчётливые виды смертельных травм, которые они обнаружили, к примеру, проткнутая трезубцем голова. Используя только их скелеты, они смогли восстановить смертельные удары, показав, насколько они хороши, и даже попытались восстановить их рацион, состоящий из бобов и ячменя. Вы можете посмотреть на изотопах углерода и увидеть, какие виды растений они ели. Изотопы азота отражают любое потребление животного белка. Вы также можете посмотреть на наличие серы в их костях и количество стронция. Ведущие комментаторы утверждают, что лучшие спортсмены в Древнем Риме ели в основном растительную пищу. Потом были легионеры, солдаты римской армии, которые прославились своими способностями и также придерживались подобного рациона питания, утверждая, что лучшими бойцами в Древнем мире были, по сути, вегетарианцами. Так что, если так называемые совершенные боевые машины великие спортивные герои того времени ели в основном зерна и бобы, это должно сказать нам что-нибудь о спортивном питании и предпочтительных диетах элитных спортсменов. Что ж, большинство греков и римлян были в основном вегетарианцами и сосредотачивали свой рацион на зерне, фруктах, овощах и бобах. Так что, возможно, диета гладиаторов была не такой уж и замечательной. Платон, например, продвигал идею потребления растений, предпочитая растительную продукцию. За их эффективность и здоровье. Так что да, римские гладиаторы были известны как люди ячменя, потому что он даёт вам силу и выносливость. Или потому что это была просто основная пища, которую люди ели в то время. Не обязательно для производительности, но потому что это было так дёшево. Если вы посмотрите на современных спартанцев, индейцев Тараумара, те, которые участвуют в гонках, где они бьют по мячу на расстоянии 75 миль, просто ради удовольствия, бегают весь день, всю ночь и ещё весь день, может быть по 150 миль, если у них хорошее настроение. Что вы получите, если выиграете? Особую популярность у дам. Хоть какая-то награда, которая на самом деле окажется для человека, который бегал два дня подряд. Сомнительно. Хотя, возможно, их выносливость распространяется и на другие измерения. Вероятно, не со времён древних спартанцев люди достигли такого высокого состояния крайне физической подготовки. И что же они ели? Тот же вид 75-80% сидели на крахмальной диете на основе бобов, кукурузы и тыквы. Это показывает их уровень холестерина в качестве доказательства. Общий уровень холестерина, необходимый для сердечного приступа, составлял 136. И это не просто их какая-то особая генетика. Вы кормите их достаточным количеством яичных желтков, и их уровень холестерина быстро растёт. Современные олимпийские бегуны едят то же самое. Что они едят в Кении? Фегетарианская диета на 99% сосредоточена главным образом вокруг различных крахмалов. Но как и во всех этих случаях, их замечательное физическое мастерство из-за их диет или несмотря на их диеты? Или не имеют ничего общего с их диетами? Вы не узнаете, пока не проверите это. Несмотря на хорошо доказанную пользу для здоровья от растительных диет, меньше известное влияние этих диет на спортивные результаты. Итак, они сравнили элитных вегетарианцев и всеядных спортсменов на выносливость в аэробном фитнесе и силе. Таким образом сравнивая использование кислорода на беговой дорожке и четвёртую силу разгибания ног. И вегетарианцы выбивают своих всеядных собратьев по кардиореспираторной форме, но их сила была одинаковой. Предполагая, по крайней мере, что вегетарианские диеты не ставят под угрозу спортивные результаты. Но это было перекрёстное исследование. Может быть, вегетарианские спортсмены были лучше подготовлены, потому что тренировались усерднее? Как в Национальном исследовании здоровья бегунов, в котором представлены тысячи бегунов, были зарегистрированы вегетарианские бегуны, которые значительно больше бегают на ежедневной основе, так что, возможно, это объясняет их превосходную приспособленность. Хотя, возможно, их превосходное состояние объясняет их большие расстояния. Другие перекрёстные исследования не обнаружили различий физической подготовки между вегетарианскими и невегетарианскими спортсменами, или даже худших показателей, как в этом исследовании спортсменов-вегетарианцев в Индии. Конечно, могут быть социально-экономические или другие сопутствующие факторы. Вот почему нам нужны интервенционные исследования, чтобы проверить различные диеты, а затем сравнить физическую производительность, которую мы рассмотрим дальше. Продолжение следует...